МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Игорь Белышев. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медали, грамоты и проблемы адаптации. Урок мужества в Запорожье. Европа уже здесь. Телеконские раздоры знают об этом не понаслышке. Памяти метро. В Запорожье не забывают о легендарном Валерии Лобановском. Как юный Скайвокер заставлял своего отца читать ему сказки. Шануем у вас, герои Украины. Урок мужества под таким названием прошел в Запорожском краеведческом музее. Ордена за мужество третьей степени и почетные грамоты получили не только бойцы АТО, но и волонтеры. Также минутой молчания почтили память 110 земляков, погибших в ходе боевых действий на востоке страны. Подробнее далее в сюжете. Ордена за мужество третьей степени и за высокий профессионализм получили пять солдат, участников боевых действий на востоке Украины. Не забыли о волонтерах. Благодаря им бойцам удается с честью и достоинством выполнять свой долг перед Родиной. Действительно, наши воины, которые призывались в первую очередь мобилизации, в целом шесть мобилизаций, все сделали, а это более 10 тысяч 250 человек, все сделали для того, чтобы ворох не пришел сюда, на запорожскую землю. Анастасия связист 58-й мотопехотной бригады. Ей 24 года. Сегодня она вместе со служивцами получила свою первую грамоту за мужество и героизм. Последние пять месяцев она провела в Авдеевке. Я бы не сказала, что сложно. Я к этому готовилась полгода и понимала, что рано или поздно я туда попаду. Я не видела для себя ничего сложного. Но трудности на службе возникали не раз. Анастасии пришлось жить в палатках. Для девушки это было непривычно. Тяжело было и выдержать тяжесть специальной амуниции. Но самыми сложными для Анастасии оказались первые дни в зоне боевых действий. Приезжаешь, ходят военные с автоматами, дети с колясочками, с велосипедами гуляют. Вот это страшно. Искорее бы это все закончилось, эта война. Люди жили себе в доброте. Хоть Анастасия была связистом, зачастую ей приходилось выполнять и роль медсестры. В госпиталь приезжаю, люди в проходе, в коридоре лежат военные. Раненых было много друзей. Видела, перевидела. Очень страшно. В крови они. Ужас. Уже две недели Анастасия в Запорожье вместе с родителями и друзьями. Адаптироваться к мирной жизни оказалось нелегко. Ускорить этот процесс помогает поддержка родных. Первую неделю я, наверное, ходила и еще как-то... Как будто в отпуск приехала на пару дней. Понимаю, мне надо уже уезжать. Непривычно. Напомним, сейчас в зоне боевых действий находятся две тысячи военных из Запорожья и Запорожской области. Седоний Аракелян, Олег Мовченюк, ТВ5. Аншлаг у пограничников. Накануне профессионального праздника, который отмечается 28 мая, в Бердянске прошла презентация местного погранотряда. Его сотрудники не только показали боевую и специальную технику, но и ответили на вопросы, которые интересовали многочисленных гостей. Подробнее Игорь Стрельцов. С 18 лет до, согласно новому закону про воинскую службу, до 50 лет. У стола с информационными материалами сотрудница Бердянского погранотряда отвечает на все вопросы. Светлана Евстратова носит зеленый берет 22 года. Женщина уверена, в скором времени пограничная служба пополнится новыми сотрудниками. Многие интересуются вопросами прохождения службы в погранвойсках. Ирина Ляковская – педагог-психолог. На презентации оказалось случайно. Женщина в военной форме, она общается впервые. Пока я просто узнавала для себя, вот с чем женщина может служить в армии. Что ее заставляет любить эту профессию. Во время презентации все желающие могли посидеть за рулем боевой машины и примерить экипировку. Я первый раз садил бронежилет. Тяжелая? Нет. Пограничники представили и секретную технику – мобильный комплекс радиационного мониторинга. Здесь мы видим, работает видеокамера. Она показывает, на какой единице транспорта или где именно находится эта радиоактива. В случае выявления мы останавливаем это транспортное средство или человека. На презентации провели и легкоатлетический забег в память о погибших воинах. Среди его участников 58-летний пограничник Сергей Кашпар. В марте закончил службу по контракту. Был на разных участках границы – от Чангара до Мариуполя. Мне предлагали остаться на контракт. Но как бы возраст свое дает. Я так посчитал, что я нужнее буду здесь воспитывать молодежь. Мне было приятно. Вот сегодня ребята мои с плагами в билетах стояли рядом со мной. Ну, душа радуется. Это замена. Презентацию посетили более 600 человек. Пограничники не ожидали такого интереса к службе. Так, как захват мы проводим в первом месте в Бердянске, мы ожидали, чтобы до людей было много. В завершении праздника всем желающим предложили попробовать настоящую солдатскую кашу. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Зарплатам быть. На заседании бюджетной комиссии приняли решение выделить более 5 миллионов гривен для погашения задолженности по зарплатам перед сотрудниками облвода канала. Депутаты Запорожского областного совета решили поддержать коммунальное предприятие. На рабочей встрече присутствовал его директор. Дмитрий Сокайдачный рассказал о ситуации на облводоканале. Одна из основных проблем – Бердянский горводоканал, который отказывается платить за поставку питьевой воды. Есть ряд экономических мероприятий, которые необходимо осуществить для того, чтобы оздоровить экономику предприятия. Но мы также зависим от определенного количества политических решений. Что касается работы с территориями, что касается работы с нашими должниками, вплоть до установления тарифа, есть определенная проблема. Мы еще в конце февраля, начале марта поднимали вопрос о том, что заработная плата в коммунальных предприятиях должна безоговорочно выплачиваться вовремя. И мне очень приятно, что сегодня коллеги единогласно нас услышали и поддержали, независимо от политических пристрастий, что заработную плату работникам облводоканала нужно выплатить обязательно. Благотворительные фонды в школах – быть или не быть? Этот вопрос обсудили и на заседании Совета директоров запорожских школ. Из-за нехватки финансирования учебным учреждениям зачастую не хватает средств на благоустройство спортивных площадок, кабинетов и мастерских. Спасают ситуацию так называемые благотворительные фонды. К их работе в последнее время у родителей школьников возникает много претензий. На встрече руководители школ договорились изучить опыт друг друга. В будущем они хотят представить на рассмотрение депутатов Горсовета единый проект решения о деятельности благотворительных фондов в запорожских школах. Это первая условия, чтобы это были батьки, чтобы вызвать доверие к фонду. Другая, батьки между собой договорились. Это их возможность договориться, визначити внесок. Прозорость – это обовязковая информация. У нас уже роками висит стенд, доступный всем батькам. Щороку проводится конференция, где звётуется голова благодейного фонду. Деньгами родителей, конечно же, должны распоряжаться родители. Но также должен быть конкретный и нормальный диалог между школами и родительским комитетом, где родители в рамках своей добровольной воли могут те или иные вопросы решать. Однако сейчас это вызывает справедливо много нареканий и вопросов. Именно поэтому мы хотим это всё уладить. Поэтому выработан ряд уже, где рекомендательных позиций, где жёстких позиций. Потому что ещё раз хочу повторить, никто с родителей не имеет права требовать ни одной копейки. Исторический минимум в металлургии Запорожстали снизили потребление природного газа. В прошлом месяце, если сравнивать с апрелем 2015 года, запорожсталевцы снизили потребление газа на 5 миллионов кубометров. Это результат комплексной энергосберегающей программы в сталеплавильном и прокатном производстве, а также старт проекта по обмену вторичными газами между Запорожсталью и Запорожкоксом. Теперь оба предприятия могут использовать газ, производимый в ходе технологического процесса, исключая закупку дорогого природного топлива. Наша ближайшая цель – это снизить потребление газа до 10 миллионов кубических метров, то есть практически ещё на 20% в течение ближайшего года. И мы уже сейчас активно работаем над этим. В частности, мы заканчиваем проект по переводу наших огломашин из природного газа на смесь вторичных газов. Мы сейчас запускаем проект по замещению природного газа в воздухонагревателях доменных печей, а также реализуем ещё десяток других проектов. «Живая глина для реки», поздравления Джамале и румынский казаново. Это и многое другое далее в нашем выпуске. «Живая глина для реки» На пути в Европу. Ежегодные дни Европы в Запорожской области на Сейро стартовали в селе Конские раздоры Пологовского района. Проведение мероприятия именно здесь не случайно. Конские раздоры – участник проекта Евросоюза и программы ООН по развитию громад. В его рамках для местного сельского кооператива приобретено специальное оборудование по изготовлению топливных брикетов. Теперь в селе будут производить собственное топливо из материалов, которые раньше просто выбрасывали. На праздники Европы в Пологовском районе побывали и наши журналисты. Село Конские раздоры Пологовского района сегодня превратилось в небольшой европейский центр Запорожской области. На День Европы здесь не только торжественное празднование, а и новые возможности. Уже несколько месяцев село в статусе Чапаевской территориально объединенной громады. В прошлом году местные жители создали сельскохозяйственный обслуживающий кооператив. Он стал участником проекта Европейского союза и проооновской программы по развитию громад. Теперь здесь есть возможность собственного изготовления альтернативного энергетического топлива с помощью современного оборудования. Прямо в бункер намолачивается тополова и пресс робят через охладильник, как эти самые трехметровые, и выходят брикеты готовые. В рамках проекта закупили комплектующие для техники, которая будет скашивать солому, и установки, которые переработают все это в брикеты. Главный плюс – возможность с пользой и экономией использовать материалы, которые ранее выбрасывались. Зима приходит, и каждому надо покупать угилья или дрова. А за что их брать? Пенсия в тысячу гривен доярки, или в тех, это самое, не знаю, как им выживать. И это была перспектива, что у каждого дома в господарстве есть, ну, сиемо, пшеницу, там жито, там солома остается, и второй раз палят, в основном, и в господарствах тоже палят. А я думаю, так решили мы, что его сделать, потюкувать, и смельчить, и делать брикеты из соломы. Ну, брикеты можно делать даже из любой биомассы. Вот это мусор, бурьян из шелухи подсолнуха, из древесины, ну, то есть тирса, или гилки. Стоимость оборудования почти 773 тысячи гривен. Основная часть суммы финансировалась европейской программой, часть из бюджета кооператива. Остальное выделила область и сельсовет. Такие условия программы. Это, говорит координатор проекта в Запорожской области Геннадий Устимов, расширение возможностей для жителей сельской местности. Громада имеет среднюю базу, как говорят, вот буквально под ногами. Соответственно, мы очищаем село, мы обеспечиваем людей дешевым паливом, и еще мы их сгуртовываем, мы их научаем развиваться и самостоятельно заработать деньги. Хоть кооператив не пробудковый, но члены кооператива, имея возможность отримать брикеты и другую продукцию кооперативу себе, сплачивая НДФЛ, податок на доходы физических осіб, далее эту продукцию использовать за призначением или реализовывать. С помощью специального оборудования из биоотходов можно вырабатывать и корм для скота. Но главное преимущество – внедрение альтернативного газа и углю вида топлива в селе. Руководитель облгосадминистрации Константин Брыль отметил, в планах развивать подобные проекты и в других районах области. По мнению губернатора, это еще один шаг сельской местности к децентрализации. Вы знаете, сам факт не в этом оборудовании, хотя он намного поможет данной громаде решить свои проблемы с отоплением. Это большой плюс. Я считаю, что это большой, скажем так, пример для всех остальных наших громад, которые должны перенимать этот опыт и побыстрее завершать с децентрализацией. То, что нам европейские партнеры помогают, большое спасибо. Но я, как уже говорил и буду говорить, нам все равно надо рассчитывать самим на себя. В рамках торжеств к Дню Европы местные артисты подготовили концертную программу. Для детей и жителей села волонтерское движение «Евромолодежь» организовало конкурсы и развлекательные игры. Символично в рамках празднования в селе прозвучал гимн Украины и Евросоюза, а национальные флаги воссоединились в руках местных жителей. Мария Маракелян, Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Пологовский район, ТВ5. Отдавать это тоже здорово. В благотворительном магазине «Дари добро» прошла уже традиционная акция. Все, кто нуждается, могли бесплатно взять для себя необходимую одежду и даже продукты питания. Оставшиеся вещи из магазина передадут в территориальные центры социального обслуживания. Как прошла акция в этот раз, знает Евгения Али. Людмила не первый год принимает участие в таких благотворительных акциях. В этот раз вместе со своими внучками принесла пять пакетов с вещами. Мы сегодня пришли вот с детьми, с дочкой. Девочки растут, много остается вещей. Людмила говорит, это еще не все вещи и игрушки, которыми они могут пожертвовать. Много детского, обуви много, взрослые, одежда. В общем, все, что мы уже немножко поносили, и некуда складывать, честно говоря. И нам хорошо, и я думаю, кому-то тоже будет это нужно. Пункт по сбору вещей на этот раз расположился в Южном микрорайоне. После акции в магазине все оставшиеся передадут в территориальные центры социального обслуживания. Там вещи распределят между малоимущими и многодетными семьями. Приходят люди абсолютно разные, приносят абсолютно разные вещи. Ну, а цель этой акции – это сбор вещей для людей, нуждающихся реально в них. То есть это, скажем так, слои малозащищенные социально. Те, которые, допустим, ребята-переселенцы. Вторым этапом акции стала выдача вещей всем нуждающимся. Ее организовали в благотворительном магазине «Дари добро». Наталья – одна из частных посетительниц магазина. Здесь женщина берет вещи и для своих детей, и внуков. Считает, что такие благотворительные акции в нашем городе крайне необходимы. Я настолько благодарна. Вот сегодня я взяла у меня пять детей, шесть внуков, старшему 13, и все маленькие. На грудного ребенка пеленочки, чепчики, распашоночки. Все в хорошем состоянии очень. Принести вещи для детей уже через несколько дней планирует у Людмила. Говорит, всегда готова помогать всем нуждающимся людям. Обязательно нужны. Обязательно. Потому что иной раз человек просто не знает, куда это деть. На свалку выбросить жалко. Дома оно тоже не нужно. Куда-то ехать, времени нет. А вот здесь, рядом, ну это просто прекрасно. Благотворительные акции в магазине «Дари добро» по сбору и выдаче вещей стартовали в октябре прошлого года. Проходят они регулярно, два раза в месяц. Евгения Ли, Дмитрий Сахно, Константин Пороскевич, ТВ5. Что такое М-раствор? Ответ на этот вопрос получили все запорожцы, которые пришли на экологическую ярмарку. Она прошла в парке энергетиков и была традиционно посвящена восстановлению биобаланса реки Днепр. Как проходит этот творческий экологический процесс, видели наши корреспонденты. Акция «Днепру с любовью» проходит в Запорожье уже седьмой год подряд. В третье воскресенье мая жители нашего города приходят в Днепру. Своими силами помогают возобновить естественный биобаланс реки. Главной составляющей акции являются вот такие поделки из глины. Они содержат в себе специальные микроорганизмы, при помощи которых воды рек могут восстанавливаться и очищаться. Особый колорит праздничной атмосферы придали люди в тематических костюмах и вышиванках. Дети помладше сразу принялись создавать глиняные фигурки. Активно смешивали их с так называемым М-раствором. Для того, чтобы природа могла восстановиться, нужно добавлять туда. Поэтому мы вносим их. Но вносим не просто отдельным раствором, а замешиваем глину для того, чтобы она вызрела. Они размножаются, становится их гораздо больше. Организаторы акции уверены, главное зарядить кусочек глины положительной энергией. Для этого все присутствующие водили хороводы и играли в народные игры. Глина, эффективные микроорганизмы и плюс человеческая мысль. Все вместе, праздник и добро Днепру и всем людям. Чтобы биобаланс реки Днепр восстановился полностью, понадобится не один год. Поэтому в следующем году такую акцию планируют проводить два раза в месяц. Они работают, но этого мало. Вот выйдут все люди, все жители Запорожья в один день и забросят. И тогда действительно, хотя бы даже на протяжении нашей отрезка Запорожья вода очистится. На какое-то время она станет чистой. Завершающий этап эко-ярмарки – закидывание в реку глиняных фигурок. Акцию Днепру с любовью планируют провести и в других городах Украины. Евгения Эли, Дмитрий Сахно, ТВ5. Поздравить украинскую певицу Джамалу с победой в конкурсе Евровидения пришли несколько десятков запорожцев. С собой они принесли украинские крымско-татарские флаги, а также плакаты. На них победительница конкурса с главным призом в руках. Для нашей страны это вторая победа в Евровидении. Согласно правилам конкурса, в 2017 году он пройдет в Украине. Это победа. Мы сегодня победили. Сама песня имеет большой смысл в жизни не только крымских татар, а в жизни любого и каждого украинца. Будь, Жамиля, во имя нашей Родины, во имя нашего будущего. От имени тех, кто не вышел из-за стенков. От имени тех, кто сегодня закрыт за право говорить и бороться за свободу. Пой, моя девочка. Пой всегда. Дождь заставил насторожиться организаторов, но зрителей не отпугнул. В областном центре в очередной раз прошла выставка ретро-автомобилей «Запорожские врата». Ежегодно любители раритетных автомобилей собираются, чтобы представить свои эксклюзивные модели. В этом году фестиваль приобрел статус международного. О том, как он проходил, в репортаже Екатерины Даньшиной. Уже в третий раз стартовал фестиваль «Запорожские врата». Он объединил участников из многих городов Украины и из-за рубежа. Они здесь представили более 150 автомобилей разных эпох. От классического «Запорожца» до «Холсмана» 904 года выпуска. Посмотреть на чудеса автомобилестроения прошлого века собралось огромное количество людей. Для проведения такой ретро-выставки не помешала даже плохая погода. Сегодня утром все перепугались, потому что был дождь, был ливень. И думали, что все пропало, никто не придет. Представьте себе, все готово, все вложено, все сделано с душой. Идет дождь. Но это было испытание. А сейчас солнце, я в очках даже. Пришли люди, все довольные, эмоций масса. Александр не только сорганизатор фестиваля, но и участник. Renault, Volkswagen Juke, Volkswagen T2 – эти автомобили давно в его коллекции. И побывали не на одной выставке. Есть среди экспонатов и дебютант – белый 115-й «Мерседес». Эта машина, которая была одна из первых «Мерседесов» уже в таком кузове. Когда она вышла, это был фурор. Фурор в Европе. Она была в рейтингах на первых местах везде. Эта машина выпуска 1972 года. Она, ну как вам сказать, что она крутая, это ничего не сказать. Это супертачка. Кроме эксклюзивных машин, здесь целый ряд запорожцев, москвичей и жигулей. Все они на ходу. Привлекает внимание и коллекция Запорожского музея техники «Фаэтон». Его представители на фестиваль привезли пять автомобилей. Это легендарное лондонское такси и «Шкода 12L». Volkswagen Iltis и военный автомобиль, который стоял на вооружении у немецких военнослужащих. Един из новых экспонатов нашего музея «Фаэтон» – это знаменитый мини-купер образца 1966 года. Автомобиль очень знаковый. Точно такая же машина в свое время, в том же 1966 году, выиграл знаменитый ралли «Монте-Карло». Наиболее раритетные машины представил автоклуб «Александровский». В центре внимания красавец «Роллс-Ройс» «Фантом». Кроме запорожца, участниками фестиваля стали гости из Киева, Одессы, Мариуполя. Были и посетители, которые преодолели немало километров, чтобы попасть на ретро-выставку. Это ребята из Сталина, представители эстонского «Волга-клуба». Им рай в Запорожье уже в пятый раз, но в этом фестивале участвуют впервые. Эмоции такие по-технически, очень разные вещи идут посмотреть, поскольку у нас эти фестивали, так-то не все виды техники, у нас типа только легковые, советские, одна выставка, другой город маленькая, типа иностранцы или мототехника, а тут такой общий круг на стадионе. Так что эмоции, как есть украинские. Мы такие скромные, что для нас это все очень ярко. Любовались чудесами автопрома запорожцы и гости города на протяжении двух дней. Екатерина Даньшина, Константин Грушко, ТВ5. После матча цветы. И даже несмотря на поражение. Тренер донецкого шахтера Мирча Луческу после матча чемпионата Украины по футболу с Луганской Зарей подарил одному из арбитров букет цветов. Следует отметить, что поединок, который проходил в Запорожье, судила Катерина Манзуль из Харькова. Румынский наставник оказался настоящим джентльменом. И даже несмотря на поражение его клуба, был предельно галантен и преподнес даме букет. Не знаю, получает ли Елена Назаренко цветы после каждого своего эфира, но на результате это никак не сказывается. Новости спорта буквально через несколько минут в нашем эфире. Имущество на миллионы долларов при зарплате, как у кассира супермаркета. Покровительство коррупционным схемам в Запорожье и дерибан земли в Запорожском районе. Депутаты Верховной Рады Украины просят правоохранителей разобраться в деятельности прокуроров. Главы Запорожской местной прокуратуры номер 2 Романа Мазурика и так называемого рупора Генеральной прокуратуры Владислава Куценко. Их деятельность ранее вызывала возмущение общественности. С требованием проверки активисты не раз обращались в Генпрокуратуру. Теперь факты нарушений изложены в обращении группы народных депутатов в правоохранительные органы. Стосовно основных фактов правопорушений. Вимагання коштів у підприємців з метою уникнення плати пайового внеску на протязі 2014-2016 років. Здійснення тиску на органи місцевого самоврядування з метою отримання права постачання продуктів харчування в дитячі заклади. Здійснення тиску на органи місцевого самоврядування для отримання у власність шляхом приватизації об'єктів комунальної власності за неринковими цінами. Кроме того, прокуроров подозревають в організації схем установки мафов і контроля над ринком ритуальних услуг. В обращении народних депутатів говориться і о записі телефонного розговору. В ньому йде речі о долгих 54 тисячі доларів спікера ГПО Владислава Куценко перед запорожським кримінальним авторитетом Гриши. Запрос народних избранників було звучить на засіданні Верховної Ради. Групи народних депутатів Гальченка, Вілкула та інших, всього 37 депутатів, до директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України щодо корупційних дій посадових осіб правоохоронних органів міста Запоріжжя. Документ підписали 37 депутатів з різних фракцій. Блок Петра Порошенка, Радикальній партії, Народного фронту, Оппозиційного блока, партії Відродження і внефракційні депутати. Парламентарі требують немедленного проведення розслідовання деятельності Романа Мазуріка і Владислава Куценко. І на період проверки просять відстрінити їх від исполнення службних об'язанностей. Врожайні вихідні з трибунів у воду та дзюдоїстів, як Металург до Кривого Рогу з'їздив та у Запоріжжі зіграли футбол на згадку про Валерія Лобановського. В ефірі новини спорту. Вітаю вас. Золото і бронзу везе з чемпіонату Європи запорізький з трибун у воду Максим Долгов. Обидві медалі – представник мотор Січі та школи вищої спортивної майстерності – виборов на вишці 10 метрів. Спочатку вихованець Ірини Журавльової поклав до скарбнички бронзову медаль. Її він здобув в синхронних стрибках разом з Олександром Горшковозовим. А вже наступного дня Максим тріумфував у міксті разом з Юлією Прокопчук. В змішаній програмі українці не знали собі рівних. Випередивши у боротьбі за золото британців та росіян, Юля та Максим стали чемпіонами Європи. В індивідуальних стрибках з вишки Долгов зумів пробитися до фіналу і посів восьме місце. А ще одна запоріжанка Вікторія Кесар показала шостий результат в фіналі синхронних стрибків з трампліна три метри. В командному залі кулканістські стрибони у воду посіли третє місце, здобувши вісім нагород. Багато моментів, а результату – нуль. Запорізький «Металург» провів у Кривому Розі перенесений матч першого туру групового етапу чемпіонату аматорської футбольної ліги України. Нашу команду приймав місцевий Кривбас. В разі перемоги запоріжці могли догнати у турнірній таблиці другу команду своєї групи, тож металургівці старалися як могли. На жаль, численні моменти, які створювали біля воріт Кривбаса Чернявський, Петров, Бережний, Сентябов і Комлєв, так і не вдалося втілити бодай в один гол. Криворіжцям також не щастило з реалізацією, тож гра завершилася нічиєю – нуль-нуль. Таким чином команди залишилися на тих самых позиціях в турнірній таблиці. Металург іде третім, Кривбас четвертим. Попереду у металурга ще одна виїзна зустріч. 21 травня у Хлібодарівці Херсонської області на Запоріжці гратимуть проти місцевого колоса. Продовжуємо футбольну тему. 14 років тому в Запоріжжі обірвалося життя видатного українського футболіста і тренера-наставника київського «Динамо» Валерія Лобановського. В пам'ять про фахівця українського футболу запоріжці щороку влаштовують меморіальний футбольний матч. Цього разу зустріч вперше відбулася не на стадіоні «Торпедо», де провів свою останню гру Валерій Лобановський, а на Славутич-арені. Головний стадіон регіону символічно знаходиться на вулиці імені Лобановського. 7 травня 2002 року запорізький «Металург» приймав столичний «Динамо» на стадіоні «Торпедо». Тоді столичні гості під керівництвом Валерія Лобановського виграли у господарів 3-1. Побачити цю гру до кінця тренеру «Динамо» не судилося. За кілька хвилин до фінального свистка Валерію Лобановському стало погано. Прямо з футбольного поля його доправили до запорізької лікарні. За п'ять днів легендарного тренера не стало. Фатальний матч добре пам'ятає Андрій Демченко. Він був автором того самого єдиного гола у ворота «Динамо». В принципі ми були готові, добре. Динамо Київ, звісно, був, по качеству футболіста, був чуть повише. Тому вони повели в счоті 1-0. Але умілої дії Алексея Годіна на флангу, на правому флангу Смірнова. Привели до того, що вони затаскали оборону. Пройшла передача, і Смірнов ударив в перекладину, від перекладину відскочила. І потрапив в Годіну, і Годін віддав мені передачу, я забив Шавковському. Щороку Андрій разом із іншими ветеранами запорізького металурга бере участь у матчі пам'яті Валерія Лобановського. Таку товариську зустріч у нашому місті проводять вже в шосте. Традиційно на полі зустрічаються ветерани металурга та збірна Запорізької області. Цього разу на поле майстри металурга виходять у футболках із написом «Луч одужуй». Так вирішили підтримати свого колегу, відомого футболіста і тренера Ігоря Лучкевича. Зараз він проходить післяопераційну реабілітацію. Ми хочемо своїми пожеланнями, всі своїми посланнями, всім своїм великим пожеланням, щоб Ігор нормально відновився, щоб все було добре у всіх, щоб ніхто не болів, щоб везде був позитив. Ну а так ми всюди тримаємо кулачки за наших хлопців, щоб у них все було добре. Рахунок у матчі відкрила збірна Запорізької області. Відзначився Едуард Багіров. До кінця тайму збірна подвоїла свою перевагу. В воротах «Металурга» розписався Олександр Міщук. На перерву команди пішли за рахунку 2-0 на користь збірної Запорізької області. У складі команд багато відомих прізвищ. І не лише колишніх спортсменів. Підтримати ветеранів на поле вийшли посадовці. Так за команду «Металурга» виступає міський голова Володимир Буряк. Це дань. Сьогодні отдають і ветеранів футболу, і діти, і мальчишці, і зрителі. Я всім благодарен, хто сьогодні прийшов. Почтить пам'ять цього великого чоловіка, віддати должні його заслугам. І з поверенністью дивитися на цих мальчишок, які тут ходять, що у них є будущее. У другому таймі ветерани «Металурга» зі штрафного забили свій перший гол. Майстерність продемонстрував Юрій Дудник. Після «Металург» забуває ще двічі. Відзначилися Денис Смирнов і Дмитро Колодін. Рахунок 3-2 на користь металургівців. Однак гра завершилася бойовою нічиєю. Крапку в матчі поставив Валерій Ніколаєнко. 3-3. Ірина Погоренна, Олена Назаренко, Руслан Шевченко, ТВ5. Запорізька дзюдоїстка Марина Черняк вдруге за сезон оформила бронзу турніра престижної світової серії «Гран-при». Цього разу щасливим для нашої спортсменки став татамі Алмати. Запоріжанка провела на ньому чотири поєдинки. Лише за вихід до фіналу Марину перемогла господарка змагань. Втім, у бронзовому поєдинку вихованка Андрія Бондарчука свого не впустила. Впевнено, обійшовши кубинську спортсменку, Черняк піднялася на третю сходинку п'єдесталопошани турніру світової серії «Гран-при». Цей старт був для Марини перед останнім перед Олімпійськими іграми в Ріо. Як бачимо, запорізька дзюдоїстка у чудовій формі і віримо у її успіх і на Олімпійському татамі. Те, що спорт об'єднує людей різних професій, довела робоча спартакіада гірників та металургів України. У Запоріжжі змагалися кращі спортсмени провідних підприємств України. Баталії розгорнулися серйозні, а деякі результати навіть перевершили рівень чемпіонатів України. Вже 26 років профспілка металургів і гірників України організовує робочу спартакіаду працівників підприємств. Традиційно Запоріжжя першим приймає учасників спартакіади. Тут створюються всі умови для проведення, для організації спартакіади. І ми настільки знаємо, що і на комбінаті «Запорожсталь» проводяться спортивні мероприятия. І робиться все для того, щоб людина не тільки могла працювати і віддавати свою душу производству, але й могла займатися фізичною культурою і спортом. На параді шикуються 56 команд. Учасники 20 підприємств будуть змагатися у волейболі, мініфутболі та гирьовому спорті. В чому прелість таких соревновань? В тому, що колеги з інших підприємств можуть пообщатися, обмінятися опитом не тільки на спортивній площадці, але й розповідати про своїх производствених звершеннях. І це дуже радує, що впослідстві, по окончанню соревновань, хлопці ще становяться дуже хорошими друзями і йдуть по житті разом. Після церемонії відкриття спартак'яди почали кипіти пристрасті на ігрових майданчиках. На гирьовому помості одразу розгорнулася серйозна боротьба між чемпіоном світу та Європи серед ветеранів запоріжсталівцем Віктором Кремінським та працівником Криворізького північного гірнишозбагачувального комбінату Костянтином Сидорчуком. В результаті молодість перемогла досвід. Сидорчук підняв снаряд 150 разів і переміг. Чесно говоря, я розвитував так, хоча стремиться їсти куди і на кого рівнятися, так що, в принципі, я так і думав, десь так і буде. А серйозні баталі розгорнулися і на волейбольному майданчику. Принциповою була зустріч команд «Запоріжсталі» та Криворізького південного гірнишозбагачувального комбінату. У першій партії емоційну перемогу здобули гравці запорізького підприємства. Але волейболісти Криворізького комбінату зібралися і виграли у другому сеті. З таким же настроєм команда провела третю партію. У підсумку відсвяткувавши перемогу у принциповій грі. Запоріжсталівці посіли у своїй підгрупі третє місце. Кращий результат показали запоріжсталівські команди ігровиків та футболістів. Вони стали переможцями групового етапу. Тепер фінальні старти робочої «Спартакія» деметалургів ігерників України відбудуться в інших індустріальних центрах країни. Руслан Левицький, Дмитро Сахно, ТВ5. Півстоліття на варті спортивної журналістики Запорізького краю стоїть визнаний спеціаліст Аркадій Борисович Копеліович. Голова Запорізької спілки спортивних журналістів України і заслужений журналіст України сьогодні відзначає свій 75-й день народження. Літописець запорізького спорту, саме так називають Аркадія Борисовича колеги, вже багато десятиліть плідно працює задля розвитку спорту в регіоні. На його рахунку робота у пресслужбах провідних клубів країни, таких як баскетбольні «Казачказалки», «Феро ЗНТУ», футбольні «Металург» і «Торпедо», волейбольний клуб «Здія», жіночий гандбольний клуб «Мотор», тисячі матеріалів для регіональних та всеукраїнських видань та не одна написана книга. Серед останніх – два видання про історію запорізького «Металурга». Бажаємо ювіляру, аби сил, здоров'я та натхнення вистачило ще не на один том про історію запорізького спорту. Вітаємо з 75-м днем народження! Це повідомлення на сьогодні останнє. Дякую, що були з нами і до зустрічі на каналі ТВ5 завтра у цей же час. Розбудив на свою голову. Папа вирішив оригінально підняти свого сина з кровати. Однак, такої реакції дитина не чекали навіть його батьки. Двухлетній малыш спокійно встал, наказал небольшое сопротивление при помощі светового м'яча, а потім усадив свого отця на стульчик і вручил ему детскую книгу. Вывод один. Даже, якщо ти Дарт Вейдер, це ніяк не снимає з тебе об'язанності по чтению сказок своєму реб'єнку. І утром тож. Дякую за перегляд! В студії работы Лавер Белышев. Всего доброго!